на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы сегодня у нас такой рождественский вопрос звучит он так почему господь принял дары от хвал от волхвов ведь они занимались оккультизмом в евангелии история о волхвах звучит следующим образом это евангелие от матфея самое начало 2 главы когда же иисус родился вифлееме иудейском в одни царя ирода пришли в иерусалим волхвы с востока и говорят где родившийся царь иудейский ибо мы видели звезду и на востоке и пришли поклониться ему слово волхв буквально в переводе с греческого оригинала звучит как чародей как сно толкователь как наблюдатель за звездами или как предсказатель действительно и в ветхом завете в новом завете подобные занятия осуждались в частности ветхом завете если кто занимался подобными делами вообще его полагалось побивать камнями и поэтому вопрос вполне законный как же господь принял дары от таких людей тем более что и в новом завете занятие подобными вещами является ни много ни мало смертным грехом если человек обращается к таким людям или не дай бог сам чем-то подобным занимается вы полагается отлучать от причастия на многие многие годы по сути дела этот грех приравнивается к блуду или убийству то есть относится к самым тяжким грехом почему же господь все-таки принял от них дары здесь важен момент он важен был для ветхозаветного сознания он не на самом деле может быть не менее важен и для нас вспомним моисея и фараона вспомним его состязания с египетскими жрецами те самые знаменитые 10 казней египетских в конечном счете крайне важным вот когда мы задумываемся над смыслом вот происходивших тогда событий кроме непосредственно самого исхода евреев из египта мы видим что последовательно всеми этими десятью казнями моисей уничтожает авторитет египетских жрецов которые действительно много чего могли своим волхованием своим колдунством своими астрологическими и прочими премудростями например вспомним самое первое их состязание когда моисей бросил жезл который превратился в змею и египетские жрецы побросали тоже свои жезлы на пол и они тоже превратились в змей но та змея которая была из жезла моисеева она сожрала всех змей многочисленных которые образовались вот от этого колдовства то есть вот эти казни последовательно как я уже сказал демонстрировали превосходство бога над всевозможными волхованиями которые какие-то определенные моменты но очевидным образом себя проявляют вот видимым да жрец бросает жезл он превращается в змея поэтому здесь кроме символического значения которые мы сами для себя всегда отмечаем те дары которые принесли волхвы это золото ладан и смирну золото как царю ладан как богу смирну как смертного человека готовящегося к погребению и в этом содержится глубочайший символизм рождества господа нашего иисуса христа мы видим и здесь очень важно написано что они пришли поклониться они пришли признать его божественный статус они пришли смириться перед ним и именно поэтому бог который на самом деле готов принять любого человека склонившегося перед ним не униженно склонившегося а признающего его богом просящие у него что-то бог есть любовь и бог принимает каждого человека который с искренним сердцем приходит к нему это вовсе не означает что бог поддерживает или одобряет тот или иной способ жизни человека ярчайший пример это икона матери божий нечаянная радость которая повествует о человеке который каждый день ходил на блуд и молился матери божий перед ее святой иконой и матери божия не отказывала ему в своей помощи и поддержки лишь показав однажды что такие как он распинают сына ее и приносит ей самой громадные страдания поэтому но в помощи ему она не отказывала и поэтому мы видим здесь с одной стороны милосердие божие с другой стороны преклонение и признание божественного статуса со стороны людей занимающихся действительно оккультизмом колдовством астрологии чем-то еще совершенно недостойным ну и с третьей стороны конечно вот этот удивительный символизм золото ладан и смирну на которые мы всегда обращаем внимание а в такой традиции нашей современной мы говорим о том что они были мудрецами и вот это поклонение с одной стороны от пастухов простых абсолютно не книжных не знающих никакой премудрости людей и поклонение волхвов достигших возможной земной мудрости она тоже является очень символичным и важным для нас внеси свой и